Воду, каплю оливкового масла, обязательно, горсть соли и так, спагетти отправляю в кастрюлю. Макароны, если хочешь сохранить длину, знаешь, да, медленно-медленно погружаешь их в воду, но тебе это все известно. На моей пачке написано, что их нужно варить 8 минут, как раз то время, которое мне нужно, чтобы приготовить соус. Для соуса мне нужно 4 лимона, выжать из них сок. Лимоны сицилийские, понимаешь, никакие зеленые. Я, в принципе, честно говоря, очень хорошо отношусь к лайму. Я действительно очень люблю лайм, но в Италии я покупаю только сицилийские лимоны, и здесь какой лайм? Это не имеет никакого смысла. Так, итак, сок 4 лимонов. Вот теперь мидии я просто выключаю. Берем сыр. Мне нужно 150 грамм, не пугайся, это много. Но, в принципе, в этом весь смысл этих спагетти. На очень-очень мелкой терке натираю пармезан. 150 грамм. Я обычно тру либо на такой длинненькой, знаешь, либо на такой длинненькой, которая помельче, но здесь только очень, он должен быть превращен в пыль. Вот, посмотри. Сначала мне нужно сыр. 150 грамм сыра. 250 миллилитров оливкового масла. Я тебе хочу сказать, 250 миллилитров это много, да. Но, когда ты делаешь, ну, что-то такое для своих любимых, то один раз можно сделать так, чтобы это было очень богато, очень вкусно и совершенно необыкновенно. Ты со мной согласна? Итак, начинаю добавлять. Потом, ты знаешь, что соус хорошо хранится в холодильнике. Если ты его весь не используешь, ты потом на его основе можешь сделать ризотто. Пармезан, я смотрю, просто роскошный какой-то. Пармезан необыкновенный. Ты не представляешь себе, я была на этой фабрике. Это, ты знаешь, я просто, я испытала какое-то, вот бывают такие дни, когда вот полное счастье тебя окутывает. Ничего с этим сделать нельзя. Это было раннее утро. Они вообще работать начинают в 3-4 утра, потому что первый раз, когда привозят молоко. Сыроделы? Сыроделы, да. У них есть вечернее молоко, есть молоко утреннее. И вот утреннее молоко привозят в 2-4 утра, то есть зависит от того, когда они подоили там коров. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Самое время добавлять сюда лимонный сок. Получается у нас пармезановый майонез. Это абсолютно принцип майонеза. Единственное, что этот майонез делается не на яйцах, а на пармезане. Между прочим, пармезан, сыр довольно диетический. Я не знала. С вечернего молока, который привозится, за ночь поднимается наверх сливки. Там такие огромные чаны стоят, и сливки поднимаются наверх. Так вот, эти сливки снимают, оно абсолютно снятое, это молоко. То есть он не жирный сливок? То есть он делается так, он делается из утреннего молока, это цельное молоко, а вечернее молоко, это снятое молоко. Его смешивают. То есть получается, что он гораздо легче, чем какой-нибудь, ну вот, жирный, даже маскарпоне, какой-нибудь сливочный сыр, понимаешь? Там сливок в меньшее количество. Кстати, в парме такие спагетти делают, а в модене нет. Я этому одному знакомому из модены сказала, я буду делать с этим пармезаном, который мне подарили. Этот потрясающий пахучий пармезан я буду делать спагетти аль-лимон. Он очень удивился, никогда не слышал, сказал, ну, очень хочу попробовать, потому что сказал, хуриозита ла мио секунду номе. Любопытство, мое второе имя. Так, все, соус готов. Как следует отбрасываем так, чтобы вся вода ушла. Тут в этом случае нам, иногда мы даже, бывает, знаешь, специально оставляем воду в макаронах, а в данном случае нам это совсем ни к чему. Так, и вот теперь в этот соус, в эти спагетти понемножку добавляю соус, не весь, потому что весь он мне не понадобится, как я тебе сказала. Вот добавлю треть сначала и быстро-быстро перемешиваю. Так как кастрюля горячая, понимаешь, у меня все, вот, больше, собственно говоря, не надо, ну, чуть-чуть для, все остальное прекрасно постоит до завтра-послезавтра. Так, и теперь это еще не все. Видишь, какая прелесть, прямо на окне заведу себе все такое в Москве обязательно. Базилик, который нужно обязательно порвать руками, и его должно быть очень много, прям такая большая горсть базилика. Ну, и потом обязательно в тарелку присыпать чуть-чуть пармезаном. Но это еще не все. Где, где, где? Где? Терка и лимоны. Вот это уже можно сделать на мелкой, свеженатертой цедре лимона. Продолжение следует...